Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Зеленский, и я рад вас снова приветствовать на своем канале, на котором я рассказываю о путешествиях, о миграции и о каком-то своем опыте в этих сферах, делясь с вами знаниями, чтобы вас не разводили всякие бизнес-тренеры. Вот сегодня я подумал, может, стоит немножко отклониться от тематики моего канала и поговорить о работе, в принципе, но более в глобальном ее понимании. Я думаю, вы уже с названием видеоролика поняли, что сегодня речь пойдет о 20 профессиях, которые исчезнут через 10 лет, то есть их не будет вообще. И я думаю, вы понимаете, что сейчас технологический прогресс очень активно, не то что даже врывается в нашу жизнь, он принимает в ней участие, ворвался он в нашу жизнь лет 15 назад с появлением интернета, компьютеров, роботов и так далее. И это вносит своеобразные коррективы в рынок труда и в то, какие вакансии будут актуальны через 5-10 лет, потому что прогресс не стоит на месте, постоянно развиваются какие-то инновации, несмотря на то, что в СНГ, возможно, это не очень актуально, но за границей это работает. И в сегодняшнем ролике я вам об этом расскажу. Друзья, также, если вы не подписаны еще на мой канал, сделайте это прямо сейчас. Где-то здесь снизу есть красная кнопочка, рядышком с ней колокольчик, нажимаете сначала на кнопку и потом на колокол. Таким образом, вы будете получать одними из первых уведомления о новых видео на моем канале и о прямых трансляциях. Да-да, вы не ослышались, в скором времени, возможно, даже через пару дней, буквально после выхода этого видео, я выпущу несколько трансляций. Это будут стримы на YouTube, все как положено. Хочу рассказать вам о лотерее Green Card и хочу еще рассказать о работе в Дубае, потому что, на самом деле, масса информации, которую вам не рассказывают блогеры из Дубая, которую вам не рассказывают лайф-коучи, бизнес-тренеры, которые продают свои курсы. Они об этом молчат, потому что им невыгодно об этом рассказывать, тогда вы не будете покупать их курсы. А я на своих стримах вам это расскажу и отвечу на все ваши вопросы, потому что сейчас осень, в Дубае похолодало, и это актуально. Ну, а потом, когда разберемся с Дубаем, примемся обсуждать США, потому что США — это вообще непочатый край интересных тем, и мне самому лично с вами пообщаться интересно по этому поводу, потому что, возможно, вы обладаете тоже какой-то информацией, что-то где-то слышали. Я считаю, что информацию нужно распространять в нашем комьюнити, делиться ею друг с другом, и это будет очень-очень полезно для всех. Вероятно, вы знаете, что технологии вынуждают многие вещи, которые мы привыкли, отходить на второй план. Бумажные книги, в принципе, многие читают электронные книги в данный момент, бумажных не читают. Компакт-диски, ну, попробуйте найти кого-то младше 20 лет, кто бы их слушал и вообще держал в руках, с записью, с музыкой или там с играми. То есть это, опять же, отходит уже вот туда-туда назад, в прошлое, и мы с этим ничего не сможем сделать, потому что это прогресс, носители информации уменьшаются, объемы этих носителей увеличиваются, и, к сожалению или к счастью, это не могло не коснуться рабочих мест и вакансий, которые будут актуальны в будущем, да и, в принципе, уже в данный момент. Давайте все-таки перейдем к вакансиям, и я вам расскажу о том, какие вакансии очень скоро исчезнут. Ну и начнем мы с профессии библиотекаря. На самом деле, задайте себе вопрос, многие из вас или из вашего окружения ходят в библиотеки и читают там книги. Я думаю, что меньше одного процента. Скорее всего, вы таких людей даже не знаете, если вы не учитесь в учебных заведениях. Люди читают сейчас все меньше бумажной книги, это считается экзотикой уже, да, полистать, посидеть бумажную книгу, расслабиться где-то в кресле на Бали или на Филиппинах, на пляже с белым песком. Это экзотик. А не каждый себе может это позволить. Многие в сумасшедшем ритме своих городов или своей жизни читают книги в метро, в транспорте или же там в аэропортах, в самолетах и читают их на смартфонах, на планшетах. Это удобно, это практично. Можно с собой взять сразу несколько десятков книг, загрузить их и читать в любое свободное время. Это круто, это прогресс, это удобно. Поэтому многие перестали ходить в библиотеки и читают книги, которые скачаны с интернета. Естественно, профессия библиотекаря, она со временем просто-напросто исчезнет. Я не хочу сказать, что исчезнут библиотеки, они останутся, но их будет очень-очень мало. В Дубае открываются библиотеки, они свободные, то есть можно туда свободно заходить, ничего за это не платить, и читать книги бумажные. То есть они все-таки детям прививают чтение бумажных книг, оригинальных, потому что, ну, читая книгу на планшете, мы не можем ее пощупать. Это, опять же, тот же самый экран, тача скрин, но, тем не менее, информацию мы получаем, но ощущения совсем другие. А вот те ребята, которые родились в 2000-х, они привыкли к этому, для них это нормально, то есть они не ощущали бумажные книги. Ну да ладно, мы сейчас не об ощущениях, а о профессии библиотекаря, то есть она отходит в прошлое, к сожалению. И даже многие университеты, какие-то большие вузы, школы в Соединенных Штатах Америки, да и в Европе, в принципе, не уверены насчет СНГ, пока они убирают свои библиотеки, оставляют, возможно, какие-то супер редкие книги и вводят электронные библиотеки на своих сайтах, на сайтах университетов, этих школ, туда могут зайти их абитуриенты или же студенты, скачать то, что им необходимо и читать, или же просто читать на сайте. Есть такая практика, поэтому библиотекарю скоро будет негде работать. Если вы учитесь на библиотекаре или хотите им стать, то лучше оставьте эту идею. Вторая профессия, которая исчезнет, это бухгалтер. Очень мало об этом говорят, но бухгалтеры на самом деле очень важны, потому что они считают, они проводят аудит, они рассчитывают прибыль, рассчитывают зарплаты, они важны в каждой компании и порой бывает даже в малых компаниях, там где нету менеджера или директора этой компании, управляющего, нету времени считать вот эти все приходы и расходы, поэтому эта профессия безумно важна, она позволяет тому, кому необходимо думать о управлении персонала, а бухгалтер именно занимается цифрами, не считает их, потому что это просто жесть считать цифры, если вы не имеете к этому каких-то предпосылок, то есть вам это может просто взрывать мозг. Почему так происходит? Ну, сейчас, в данный момент, это еще не так явно выражено, но в данный момент бухгалтеры-новички, вот которые там отучились, и они уже вот бухгалтеры, но у них нет опыта, они справляются абсолютно со всеми необходимыми потребностями в компаниях больших и малых, потому что есть специальные программы на компьютерах, с помощью которых они все это считают, рассчитывают, то есть в полуавтоматическом режиме. Далее в будущем, я уверен в этом абсолютно, эти программы будут работать без принятия участия человеком, то есть да, туда можно будет нести какие-то цифры, и они будут считать все самостоятельно, возможно даже подключить какой-то искусственный интеллект, хотя я не уверен. То есть это просто математика, и компьютер с легкостью будет справляться с этими задачами, поэтому профессия бухгалтера в будущем, так же как и библиотекаря, просто исчезнет. Едем дальше, профессия почтальон. Я думаю, что немногие из вас знают, кто такой почтальон, потому что не сталкивались с ним, но многие помнят с детских мультиков такого героя, который был очень известен в этих самых мультиках в нашем детстве, кто-то не помнит. Почтальон это тот человек, который разносит корреспонденцию, письма. В Дубае они еще есть, они ездят на мотоциклах и развозят газеты в основном. Может быть и письма, но я письма лично не видел. Фишка в том, что, ну спросите себя, когда вы последний раз отправляли бумажное письмо, которое заклеивается, на него наклеивается марк, ставится штамп, и само письмо написано на листочке. Я думаю, что может многие из вас вообще этого не делали ни разу в жизни. Я это делал, когда я служил в армии, я писал письма, мне тоже их присылали, это был 2007-2008 год. Тогда интернет как-то вот не так был очень распространен. По-моему, в 2005-м он появился в Украине, если я не ошибаюсь. И в 2007-м еще как бы не особо им пользовались, скорость была маленькая, он не везде был, телефоны не все позволяли скачивать какие-то приложения для того, чтобы обмениваться почтами. Gmail-а тогда еще не было как такового, я имею в виду почты. Интернет был GPRS и как бы самым простым способом было написать все на листке. Сейчас же все из вас, я уверен, отправляют почту на электронную почту, на Gmail, Mail.ru, по-моему, есть и так далее. Вы это все прекрасно знаете. То есть, по сути, почтальону некуда разносить писем, потому что их не пишут уже в том варианте, как писали раньше. Корреспонденция, ну, может быть, да, но это больше как курьер. То есть, есть логистические компании, которые доставляют посылки, грузы. Есть такие, их много сейчас. Кто-то вручную, курьер, кто-то на мотоцикле приезжает, кто-то машина, допустим, девочень, да, самая известная, она по всему миру распространяет посылки, которые люди отправляют. Вот, поэтому профессия почтальона уже в данный момент не актуальна. Может, где-то в каких-то населенных пунктах, на периферии, но в больших городах и в Европе это скорее экзотика, чем правило. Ну, а теперь поговорим о том человеке, которого, скорее всего, вы видите каждый день или через день. Все мы ходим в супермаркеты и там мы можем видеть кассиров. Кассир – это одна из профессий, которая очень скоро перестанет быть актуальной и исчезнет в принципе. Почему я так думаю? Ну, потому что это уже пришло, есть в Киеве маркеты, я не знаю, как в других регионах, возможно, в России тоже это есть. Есть маркеты, в которых ты приходишь, ты покупаешь продукты, ну, как покупаешь, ты их берешь, слаживаешь в корзинку, выходишь на кассу самообслуживания, сам их пропускаешь через эту кассу, платишь с карточки, собираешь их в пакет и уходишь. То есть, это уже есть сейчас. Я уверен, что в Америке это тоже есть и в Европе тоже есть, потому что все к нам приходит оттуда. То есть, в данный момент постепенно профессия кассира начинает уходить в прошлое. Хорошо это или нет, скорее всего, хорошо для нас, для покупателей и плохо для кассиров, потому что многие студенты работают с кассирами подчасово, для них это очень интересный вид заработка, потому что они могут учиться и подрабатывать. И по сути, эта профессия не требует каких-то особых знаний. То есть, ты пришел, ты делаешь то, что ты делаешь и тебе это приносит какую-то прибыль. Поэтому для студентов, для тех, кто подрабатывает таким образом, это плохо. Но для нас хорошо, потому что, ну и для ритейлеров хорошо, для владельцев магазинов, потому что они могут сэкономить деньги и не платить кассирам. Все это будет проведено аппаратным путем через какие-то специальные кассы. Вот такие дела. Кассиры тоже скоро уйдут в прошлое. Следующая профессия, которая исчезнет, это секретарь. Возможно, она останется где-то в элит-бизнес-сфере, но в основном она исчезнет. Я думаю, что вы многие звонили, обращались к своим мобильным операторам, вы звонили по каким-то коротким номерам, чтобы решить какую-то проблему. И, как правило, вам отвечает робот. То есть, все записано заранее, все подготовлено. И эта система работает 2-4 на 7. она где-то близко к работе секретаря, который обрабатывает заявки, обрабатывает заказы или диспетчера, или оператора колл-центра. То есть, вы общаетесь с роботом, с компьютером, который по нажатию клавиш решает какие-то ваши проблемы. И, возможно, иногда там есть кнопочка, которая свяжет вас с реальным человеком, но его придется подождать минут 5, потому что их там очень мало сидит. Вот таким образом постепенно вытесняется работа секретаря, оператора, который принимает звонки, который решает какие-то проблемы клиентов. Если останется работать для секретарей, то она будет только в какой-то бизнес-сфере, в каких-то агентствах, там, где люди приходят реально. Но, опять же, это очень маленький процент. Поэтому профессия секретаря в будущем также исчезнет. Едем дальше. Следующая профессия, которая скоро исчезнет, это туристический агент или менеджер по туризму. Помню, лет, может, пять назад, может, даже чуть больше. Это было очень актуально. Все учились на этих агентов и хотели ими быть. Но, со временем все меняется и сейчас люди стали более смышленые. Они понимают, что им не нужен человек, который им будет впаривать этот тур втридорого. Они сами могут найти отель на booking.com, они сами могут купить билеты на сайте авиакомпании, они сами могут через интернет найти фотографа, гида, арендовать машину. То есть, а может и не делать этого, просто поехать, а на месте уже там определиться. Потому что, ну, когда вы заказываете отдых в турагентстве или у турагента, то вы знаете, как все пройдет и это, мне кажется, скучно. И многие хотят какой-то спонтанный отдых, чтобы он был не запланированный. Это более интересно. Лично мне так кажется, не знаю, как вам напишите, если вы любите спланированный отдых, когда все по полочкам, когда все по дням расписано. Вот, мне кажется, что спонтанный, более интересный и более такой экстремальный, что ли. То есть, вы не знаете, что вас ждет завтра, но вы знаете, что будет интересно. Вот, поэтому все чаще люди ищут все это сами и предпочитают индивидуальный отдых, а не грубовой. То есть, все меньше ездят какие-то группы большие. Это все постепенно уменьшается. И профессия турагента уже не такая актуальна. Да, еще они есть, еще они работают, но круг тех людей, которые ездят через агентство, которые заказывают у агентов этих туры, постепенно он уменьшается. Они все равно будут, но намного меньше. И это будет неактуально. Я думаю, меньше 10% людей будут заказывать в будущем именно так свои туры, именно так планировать свой отдых. Поэтому профессия эта будет совсем неактуальна. задумайтесь об этом уже и сейчас. Как ни странно, еще одна профессия, которая в данный момент является актуальной, но через 10-20 лет вы забудете вообще, что это за профессия. Она называется менеджер социальных сетей. Это те люди, которые продвигают вашу компанию, ваш бизнес или какой-то продукт, который вы производите в социальной сети. Или одной, или нескольких. Это в принципе не важно. Есть такие даже школы для таких вот менеджеров. Но фишка в том, что через 10, а то и через 20 лет мы все станем экспертами в этом плане и мы вообще забудем, что такое менеджер социальных сетей, потому что ежедневно многие из нас пользуются социальными сетями и мы знаем, как в них работать, знаем, как настраивать рекламу и как выкладывать какие-то посты. То есть это не требует каких-то особых знаний. То есть со временем это все очень поменяется. Возможно появятся какие-то новые технологии и методы, как мы можем использовать эти социальные сети, но мы их сможем использовать сами, потому что наши дети уже первый раз взяли планшет в руки, у них уже все получается на интуитивном уровне. Я абсолютно уверен, что если у кого-то из вас есть дети, они лучше разбираются с телефоном, чем ваши родители. И почему так происходит? Потому что в раннем возрасте они держат эти планшеты, телефоны, они привыкают к ним и многие играют в планшет какие-то игры или что-то смотрят, умеют включать ролики на YouTube еще тогда, когда не умеют говорить. То есть то к ним приходит раньше, естественно они будут экспертными в социальных сетях и им не нужны будут никакие менеджеры. Я знаю, что вы знаете такую интересную профессию как нотариус. я тоже ее знаю и мне иногда приходилось бывать у таких людей, но по сути они ничего не делают особенно, они просто подтверждают своим именем, своей печатью какие-то моменты законодательные. Но уже в данный момент существует такая фишка как электронная подпись, как какие-то особые базы данных, через которые можно получить эту информацию и в принципе нотариусу, который делает какую-то посредническую функцию по сути, промежуточную подтверждающую, она скоро очень быстро исчезнет, мне так кажется. Все опять же из-за развития интернета, из-за развития технологий. И если она и останется, то где-то может в каких-то государственных учреждениях, которые являются архиважными в нашей с вами жизни. Но вот эти частные нотариусы они будут неактуальны. Еще одна интересная профессия, которая скоро исчезнет, я лично был очень удивлен, когда нашел информацию об этом. Риэлтор, я знаю, что многие из вас знают, кто это такие, многие из вас обращались, если искали жилье в больших городах, возможно, в Дубае. Фишка в чем? В том, что по сути риэлтор, так же самое, как и нотариус, выполняет какую-то промежуточную роль между вами, как потребителем, и тем, кто хочет сдать жилье, то есть они вот такое промежуточное звено, по сути, они не особо и нужны. И очень скоро они будут неактуальны. Сейчас, да, возможно, сейчас это, как вам сказать, очень актуально, потому что еще пока не развиты технологии до того уровня, но что случится вскоре? Случится то, что, да в принципе, это уже есть и сейчас, многие могут заказать или найти жилье в интернете, есть масса сайтов, где ты находишь жилье прямо от его хозяина, тебе не нужно платить комиссию риелтору, не нужно платить комиссию сайту. Возможно, какую-то комиссию сайту заплатит хозяин, но риелтор здесь не участвует, мы выбрасываем это звено. и есть такие сайты, допустим, Airbnb, есть Booking.com, да, там есть небольшая комиссия, но в принципе ее платит хозяин жилья, вы не платите, вы просто оплачиваете жилье, завершаете и живете. Да, это краткосрочная аренда, но есть, я уверен, сайты на западе, которые предлагают долгосрочную аренду, и вам не нужен риелтор, вам не нужно платить никакому комиссию, вы сами это можете сделать. Это так же самое, как с турагентом, то есть технологии потихонечку вытесняют эту профессию также. Что, что, но об этом я точно не мог подумать, профессия журналиста также исчезнет благодаря новым технологиям и искусственному интеллекту в первую очередь. Американские журналисты провели небольшой эксперимент, они использовали искусственный интеллект для написания, перевода текстов, и в принципе они были очень довольны результатом, потому что это было гораздо быстрее, и второе, это было интереснее, потому что человек не всегда может интересно написать. А искусственный интеллект, вот у него как-то это получается. В будущем говорят, что 95% средств массовой информации, это газеты, журналы, если они останутся, конечно, какие-то другие СМИ, они станут на 95% зависит от искусственного интеллекта, а не от живых людей. Да, это творческая сфера, но творчество останется только там, где есть авторство. То есть, допустим, есть авторский канал «Вдуть», на котором Юрий берет интервью, по сути, он журналист, но он это делает по-своему, как-то по-особому. Вот такие люди останутся, а обычные журналисты, ну, если их не уволят, то они будут выполнять какие-то вторичные функции или контролировать этот искусственный интеллект, потому что компьютер пишет быстрее, интереснее, читабельнее, потому что у него огромная база, и для него это проще. Ну и, опять же, им не нужно платить зарплату, поэтому многие телерадиокомпании, многие журналы, газеты, возможно, через лет 20 в принципе откажутся от работы журналистов и будут каким-то интересным образом через программное обеспечение, через искусственный интеллект писать свои статьи, новости, и, по сути, люди этого не будут замечать, что они написаны роботами. Я уже говорил вам про секретаря и о том, что эта профессия также исчезнет, но еще есть профессия секретарь-деферент, который помогает своему начальнику, он является буквально правой рукой своего начальника, он может бронировать билеты, отели, создавать какой-то график, по которому босс должен ходить на встречи и так далее. То есть сейчас есть масса программ, уже в данный момент есть масса программ, которые это позволяют делать удаленно, с помощью планшета и так далее. То есть не нужен для этого отдельный человек. Но в будущем, я думаю, что это будет также развиваться и, по сути, секретарь-деферент может заменить, допустим, даже голосовой помощник Алисы и так далее. То есть можно будет голосом управлять, она будет все планировать или какие-то другие голосовые помощники, которых очень много. Тот же Сири, если его сделают на русском языке, он тоже может принимать участие вот в таком планировании, в бронировании билетов и так далее. Это все будет гораздо проще и секретарь-деферент никому не будет нужен. К сожалению, следующая профессия также может исчезнуть, это переводчик. Она очень полезная и очень нужная в нашем мире, потому что не все понимают другие, чужие языки и иногда это очень важно на переговорах, на встречах. Но, к сожалению, есть специальные программы и, возможно, создадут специальные роботы, которые смогут вот это все переводить, используя какую-то базу, свой словарный запас, который запрограммирован. И это будет гораздо дешевле, ну и гораздо проще. То есть, не нужно будет вести с собой человека или искать переводчика в какой-то чужой стране. Можно будет использовать обычную программу или набор программ. Да, конечно, переводчики останутся, безусловно, потому что человек все-таки, ну, более творчески подходит к переводу. И если они останутся, то только в художественном переводе в каком-то, ну или в каком-то суперсложном переводе технологическом, там где, допустим, какие-то инструкции, программы по написанию программы и так далее. Да, но обычная речь, обычный разговорный или что-то технологическое, но, опять же, какие-то конференции, то есть, будут переводиться с помощью программ. К сожалению. Но переводчики все равно будут нужны, но не в таком большом количестве, как сейчас. Системный администратор. Я думаю, вы знаете, что это за человек, чем он занимается, объяснять не нужно, потому что в наши дни, я думаю, все уже должны знать, кто общается с компьютером на «ты». В прошлом это была интересная профессия и очень, в принципе, актуальна. Сейчас она уже исчезает, есть в некоторых компаниях, но я думаю, что в ближайшем будущем эту профессию заменят какие-то специализированные программы, которые находят неполадки и устраняют их. То есть, это все компьютерные технологии и их заменят, в этих системных администраторах заменят те, кто может настраивать эти программы. То есть, настроил программу раз, и она работает, удаляет какие-то ошибки программные, исправляет ошибки кода или же, не знаю, допустим, не видит компьютер-принтер, вот эта программа будет помогать его увидеть в санатическом режиме. Не нужен будет человек, который ищет какую-то программу, драйвера и так далее. Все это есть в интернете и, я думаю, программно это можно решить. Операторы колл-центров. Сейчас они нужны в большом количестве, потому что очень много интернет-магазинов, очень много разных площадок, куда звонят люди и нужно обрабатывать эти заказы. Конечно, это круто, когда обрабатывают эти заказы человек и можно дать вменяемый ответ, но я уже говорил как про секретаря, что сейчас есть масса программ, те же самые операторы мобильной связи, когда вы звоните, с вами общается компьютер. Вот, то есть, я думаю, что в будущем, в ближайшем будущем все колл-центры перейдут на вот такую систему и не будут больше нанимать людей, потому что, ну, в принципе, чтобы что-то купить, можно позвонить, послушать робота и нажать на кнопочку 5 или на кнопочку 2 и заказать этот товар или услуг, для этого не обязательно общаться с человеком. но опять же, там, где какие-то сложные вопросы решаются, там могут остаться живые люди, которые работают в колл-центре, но это будет единичный случай. Также профессия инспектор ДПС скоро станет неактуальной. Их все меньше на дорогах, в Дубае их вообще нету, там камеры, там какие-то сенсоры, фотоаппараты, которые фотографируют нарушителей, если они есть. Да, конечно, не хватает их на дорогах, но без них очень прикольно обходятся. И, в принципе, никто не страдает от этого. Да, люди, многие не умеют ездить, они ездят очень плохо, нарушают, но это не всегда создает такие ситуации аварийные, как, допустим, в Украине. Я считаю, что Дубай развитая страна, именно по технологиям. И я думаю, что эти технологии берутся с каких-то других стран. Может, с Японии, с Америки, они очень часто любят копировать. Поэтому я абсолютно уверен, что не только в Дубае такая система есть. И камеры, и сенсоры, и радары это автоматизированные. Есть какой-то оператор, который следит за этим всем, но, может, даже несколько операторов, но на дорогах инспектора ДПС в будущем вы не увидите. Профессия охранника. Кто бы что ни говорил, но, опять же, ее вытесняют какие-то технологии новые, специальные камеры ночного видения, сенсоры, датчики, тепловые, какие-то тепловизоры и так далее. Все это может мониторить пара-тройка человек, и не нужна масса охранников. Или даже компьютер может мониторить. Поэтому эта профессия в будущем тоже уйдет на второй план. Может быть, она останется в таких больших предприятиях и компаниях, как аэропорты, какие-то специальные базы с какой-то промышленностью, которая, возможно, наполовину секретная. Также может остаться в каких-то ювелирных магазинах, там, где это как бы должно быть, или в каких-то дорогих магазинах. Потому что там видеть охранника это престижно живого человека. Но, опять же, никто не исключает того, что это может просто смениться на какие-то камеры, на какие-то специальные системы, которые работают четче, чем человек. Они работают 24 на 7, они не устают, им нужно платить зарплату. И мир к этому идет очень-очень быстрыми шагами сейчас. Поэтому профессия охранника, скорее всего, будет актуальна лишь в тех местах, где нужен какой-то психологический контакт с человеком, где нужно видеть все это. И, допустим, в ночном клубе, чтобы понимать, что происходит между людьми, слышать. потому что роботы, камеры, вот эти все сенсоры, они пока еще не понимают. Они могут видеть, они могут запечатлеть нарушения, они могут закрыть двери, заблокировать, отключить свет, но они не понимают психологических аспектов общения между людьми. И вот там, где они будут, там будут охранники, живые люди, но там, где это не важно, не актуально, там это все будет заменено камерами слежения, датчиками, сенсорами и тепловизорами, как я уже сказал. Профессия носильщика. В некоторых странах и в некоторых отелях в Дубае есть такие люди, которые помогают клиенту, гостю, или тому человеку, который покупает что-то в магазине, какую-то бытовую технику, нести его товар за ним, но уже в данный момент в Японии и в США есть специальные роботы, которые, допустим, или в магазине бытовой техники, или на вокзале, или в аэропорту могут взять, точнее, нужно на них поставить багаж и они будут следовать за вами, нести этот багаж, везти, а скорее всего не на колесиках, вот, следовать за вами, они могут поднять багаж до 50 килограмм, то есть, это значительно превышает нормы провоза багажа, что сумки по 30, по 35, 45, но 50 они могут поднять и никогда не смогут, точнее, человек никогда не сможет конкурировать с ними по выносливости, по силе, ну, естественно, человеку нужно платить зарплату, а многие компании не хотят этого делать, поэтому будут заводить вот таких роботов, которые питаются электричеством из розетки. также я очень был удивлен, когда узнал, что профессиональный официант тоже станет в будущем неактуальным, потому что их уже сейчас заменили роботы, это реализовано в Японии, там, где очень важна точность выполнения заказа и быстрота выполнения заказа, там будут превосходить человека-роботы, там, где необходим контакт с клиентом, в каких-то элитных заведениях, где самая важная бренд, то есть человек идет не на, возможно, на еду тоже, но и на бренд, то есть это престижно, там будут, конечно же, люди-официанты, которые смогут рассказать красиво, показать и, конечно же, стимулировать продажи еды или алкоголя, каких-то блюд. Вот, но роботы в сетевых заведениях, допустим, таких как Макдональдс, Бургер Кинг, Чизкейк Фэктори, то есть франчайзерные заведения, которые есть по всему миру, там будут работать роботы. Как это будет реализовано, я пока не знаю, но это очень вероятно. Также в недалеком будущем профессия тренера, фитнес-тренера или любого другого тренера, который работает в спортивной индустрии, станет неактуально. Все эти тренеры, которые есть в данный момент, они станут больше коучами, они будут контролировать своих спортсменов и клиентов, с которыми они работают как коучи, рекомендации давать им по питанию, следить за стратегией ихней игры или выполнением упражнений. Ну, а сами упражнения и все, что их касается, будет производиться с помощью специальных или роботов, или специальных тренажеров, которые вместят в себе компьютер и будут передавать эту информацию к самому тренеру, который наблюдает за производительностью творцмена или клиента, который пришел бы заниматься в тренажерный зал или готовится к соревнованиям. То есть, по сути, это все можно оценивать с помощью каких-то датчиков, компьютеров и специальных тренажеров. Друзья, вот мы и разобрали список из 20 профессий, которые скоро исчезнут. На самом деле, тех профессий, которые исчезнут, их намного больше, но 20 таких основных, которых я выбрал. Ролик получился немного живым, просто хотелось передать какое-то свое ощущение, свое мировоззрение и эмоции по поводу того, что исчезнут эти профессии. И я думаю, что вы теперь осведомлены и будете знать, какую подушку безопасности из дополнительных навыков и профессий подготовить для себя, переезжая в другую страну, потому что в любой стране они всегда пригодятся. Вы не знаете, как что там пойдет на 100% и не можете быть уверены. Поэтому, если вы овладеете двумя или тремя профессиями, это только жижный плюс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, скоро будут стримы, на которых мы будем разбирать ваши вопросы. Я буду делиться своими знаниями по поводу Дубая, по поводу Америки и по поводу лотерейки и гринкард, которая будет очень скоро, кстати. Вот у меня все. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok